Фонари и ледяная рябь каналов Фонари и лед Сашура, как называли его домашние, сам начал писать стихи. В 16 Блох поехал с мамой в Германию и впервые влюбился. Его избранница была на 20 лет старше и к тому же замужем. Но именно ей посвящено первое стихотворение о любви. Ночь на землю сошла, мы с тобою одни, Тихо плещется озеро, полная сна, Сквозь деревья блестят городские огни, В темном небе роскошная светит луна. На молодого поэта сильно влияли идеи философа Владимира Соловьева, Который стал учителем для всех символистов. Символист – это человек, схожий с теургом, с пророком. То есть он существует связь между мирами. То есть он чувствует миры иные И старается адекватно, словесно отразить это в словах в этом мире. Соловьев считал, что миром правит вечная женственность. Этой теме посвящен первый том лирики Блока – стихи о прекрасной даме. «Вхожу я в темные храмы, совершаю бедный обряд, Там жду я прекрасной дамы в мерцании красных лампад». Прекрасной дамой для Блока стала дочь Дмитрия Менделеева – Любовь. Она была заволтоволосой, у нее был очень здоровый, свежий цвет лица, яркий румянец. То есть она казалась обычным человеком. Но вот не только Блок, но и его современники, Андрей Белый, Сергей Соловьев, они именно в Любовь Дмитрии видели то же самое. Они видели воплощение вечной женственности. Блок и Менделеева были знакомы с детства. Химик дружил с дедушкой поэта. В юности Александр и Любовь вместе играли в домашнем театре. Он – Гамлета, она – Офелию. Поначалу строгая Люба не обращала на Сашу внимания. Но он все же смог добиться ее расположения. Любовь Блок всю жизнь будет хранить венчальную икону и цветы, украшавшие ее голову в день свадьбы. Несмотря на то, что семейная жизнь окажется непростой. Отношение поэта к прекрасной даме, он ее ставит на пьедестал, он отрицает возможность земных с ней плотских отношений. Конечно, это влекло за собой массу проблем. Блок посвятил жене больше тысячи стихов, но она мечтала о простом женском счастье. Вы навоображали обо мне всяких хороших вещей. Из-за этой фантастической фикции, которая жила только в вашем воображении, вы меня, живого человека, с живой душой, и не заметили, проглядели. В Любовь Дмитриевну был влюблен поэт Андрей Белый, предлагал уехать с ним в Европу, и все же она осталась с мужем. А в жизни Блока, несмотря на искреннюю любовь к супруге, появлялись и другие музы. Блок, например, влекся актрисой театра Комиссаржевской, Наталье Николаевне Волоховой, и ей посвящены стихи второго тома лирики Блока. Не все, конечно, но вот циклы «Снежная маска», «Земля в снегу» посвящаются стихи тебе, высокая женщина в черном, с глазами крылатыми и влюбленными в огни и мрак моего снежного города. Со временем стиль поэта меняется, произведения остаются мелодичными, но в них все чаще изображен низменный, мрачный, пугающий мир. По вечерам над ресторанами горячий воздух дик и глух, и правит окриками пьяными весенний и тлетворный дух. Все более пугающим становился и реальный мир. Началась Первая мировая война. Блока призвали на службу. Он был табельщиком в инженерно-строительной дружине. Почти перестал писать и говорил матери, что интересы у него теперь кушательные и лошадиные. Вдохновение вернулось к поэту после Октябрьской революции. Блок воспринимает революцию к стихию очистительно. То есть он действительно на первых порах думает, что будет обновление жизни во всех сферах. И нашему мудрому народу надо дать только знание, у народа крылья есть. Блок пытался оправдать даже тех, кто разграбил его усадьбу. Уезжать из страны он не хотел и стал сотрудничать с большевиками. Работал в разнообразных комиссиях и комитетах. Добивался, чтобы в репертуаре Большого драматического театра была классика. Хотел просвещать народ. Атмосферу революционного Петрограда Блоковы создал в поэме «12». Она отличается от всего, что он писал до этого. Говорят о том, что певец прекрасной дамы, певец незнакомки, вдруг стал выражаться уличным языком. Блатная интонация появилась, частушка. Для современников сам язык Блока будет непривычен. Но для Блока это естественно. То есть он слышит то, что происходит. Он передает ту музыку, которой звучит улица, которой звучит мир. И музыка была такова. Вон барыня в каракуле к другой подвернулась. Уж мы плакали, плакали. Поскользнулась и бац, растянулась. Ай-ай, тяни, подымай. Поэму Блок никогда не читал на публике. Считал, что не сможет сделать это правильно. Вместо него выступала жена. Но произведение все равно не поняли и не приняли. Противники революции считали, что поэт поддерживает большевиков. Ахматова отказывалась выступать там, где читали «12». Гумилев говорил, что Блок вторично распял Христа и еще раз расстрелял государя. А Колчак хотел расстрелять самого Блока. Большевики же не понимали, почему в финале поэмы появляется Иисус Христос. И даже предлагали изменить текст. Чтобы в нем были луначарский нарком-прос или просто матрос. Споры о финале произведения не утихли до сих пор. Кто эти люди, идущие за Христом? Это же все тоже язык символов. Это не только голодиба, это не только люди, которым надо на спину бубновый туз. Это и разбойники, это может быть апостолы новой веры. То есть тут нет однозначной трактовки и быть не может. Со временем Блок все больше разочаровывался в революции. Старый мир был разрушен. На смену ему пришел хаос. И сколько бы поэт не трудился, он не мог ничего изменить. Блок перестал писать. Жизнь в холодном, голодном Петрограде сказалась и на здоровье. Непонятная болезнь. Он страдал одышкой, у него болело сердце, у него болела нога. И диагноз был поставлен уже позже. Это подосы септический инфекционный эндокардит. То есть это воспаление сердечной сумки вследствие не вылеченного танзелита. Весной 1921 года Блок просил разрешить ему лечиться за границей, в Финляндии. Получить документы удалось только летом. Но больной поэт уже не мог самостоятельно передвигаться. Пришлось оформлять бумаги для жены. Они были готовы 6 августа, а 7-го Блок умер. Он прожил всего 40 лет, но стал одним из величайших поэтов 20 века, которого современники не смогли до конца понять и оценить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова